В наше время оплатить покупку в интернете или перевести деньги с одного конца мира в другой не является проблемой, ведь существует уже так много сервисов, которые помогают вам взаимодействовать с вашими деньгами быстро, безопасно и самое главное просто. Однако мир все же не стоит на месте и вместе с ним развиваются методы платежей и других финансовых транзакций. Одним из наиболее громких новинок нашего мира являются криптовалюты, которые наделали немало шума за последние два года. Один только биткоин доходил в цене к порогу в 20 тысяч долларов за одну единицу. Чем же криптовалюты так привлекли пользователей. В отличие от привычных нам денег, фиатных, криптовалюты не контролируются какими-либо людьми. Криптовалюта это полностью независимая денежная единица, цену которой определяет непосредственно сам рынок. Сами криптовалюты были изобретены одновременно с появлением технологии блокчейн. Первой криптовалютой является биткоин, создатель которого предположительно был японец Сатоши Накамото, в дальнейшем основавший самый крупный форум, посвященный криптовалютам BitcoinTalk.org. С тех пор изменилось многое. Начали появляться новые криптовалюты, которые хоть и имеют схожую цель, могут быть устроены совершенно иным образом и даже иметь свой собственный блокчейн. Примером такой криптовалюты является Эфириум, создателем которого был российский студент Виталий Бутерин. На данный момент Эфириум занимает второе место в рейтинге капитализации криптовалют, уступая лишь биткоину. У криптовалют есть действительно ряд неоспоримых преимуществ, многие из которых не сразу очевидны рядовому пользователю. Однако одним из наиболее понятных преимуществ является анонимность криптовалют. Дело в том, что криптовалютный кошелек и кошелек вашего аккаунта Paypal, это совсем разные вещи. Для того, чтобы пользоваться криптовалютой, вам не нужно предоставлять ни капли информации о своей личности. Чем вскоре и воспользовались преступники, продавая таким образом наркотические вещества и оружие. В настоящее время существует уже тысячи различных криптовалют, причем каждый создатель старается сделать свое лучшее, чем у других. Примером такой криптовалюты служит PIDATA токен, благодаря которому осуществляются торги внутри децентрализованной биржи OPERIA Marketplace. Мир криптовалют – это удивительное место, о судьбе которого до сих пор ведутся споры. Пользоваться криптовалютой или нет, решайте сами. На этом у меня все и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok